Ну что, друзья, еще раз приветствуем вас, всех, кто сейчас будет присоединяться и смотреть наш прямой стрим САКТИВ Экспофест. Вот. Буквально сейчас, через буквально одну минуту на сцене, на нашей сцене, на сцене телеканала Трофей начнется розыгрыш каких-то призов, сувениров, я не знаю, вот от кого-то из спонсоров. И вот, собственно говоря, его будет проводить Александр Безрук. И моя очаровательная помощница, Валерия. Вот. И это лидер новой марки Безаполь Пасс. Вот. Так что, друзья мои, уже буквально через пару минут мы сможем увидеть, что что-то Саша Безрук решил сделать, что он решил проводить. Напоминаю, что с 1 по 4 число все мы будем здесь на Актив Экспофесте. Ну и, конечно же, будем вам давать возможность смотреть прямые стримы, прямые эфиры. Очень рад вас видеть. Для тех, с кем еще сегодня не здоровался, рад вас приветствовать на весенней выставке Актив Экспофест 2018. Итак, я напоминаю, что спонсор этой весенней выставки, торговая марка Бальзам Мальфара. Это совершенно новый продукт на нашем рынке. Я надеюсь, что рыболовы и охотники отзадят его по достоинству. Вы, наверное, прекрасно понимаете, что в этих зеленых кулечках. Дело в том, что, согласно украинскому законодательству, я не могу это в открытую разыгрываться сцене. Но все взрослые люди, все рыбаки, все охотники, все, наверное, по моему выражению, леса уже поняли, что там. Итак, сейчас моя очаровательная помощница Валерия кого-то осчастливит вот этим зеленым кулечком. А его счастливым обладателем станет тот, кто... Ну, давайте, вот в прошлом году очень неплохо заходили такие четверостишья. Я надеюсь, сказки все любят. Я считаю, четверостишья вы должны вставить одно слово, которого там не хватает. Итак, слушаем внимательно. Он пиявок добывал, карабасу продавал, здесь пропав болотный тина, его звали? Буратино. Кто и Буратино? Разве Буратино добывал пиявок? Дуримар, конечно, Дуримар! Вот товарищ первый крикнул. Да, давайте поаплодируем этому любителю сказок. Как вас зовут? Юрий. Браво, Юрий, аплодисменты. Ну, давайте продолжим на той же волне. Еще одно такое же четверостишье. Бедных кукол бьет и мучит, ищет он волшебный ключик, у него ужасный вид. Это доктор Барабас, Барабас. Ну, какой же Айболит? Разве Айболит был кукол? О, он мужчина, да, с девушкой. С девушкой вы с первой руку подняли, мужчина. Да, конечно, подходите. Подходите, любитель сказки про Буратино. Браво, аплодисменты. Так, там еще три осталось. Ну, давайте еще одну такую же. Простоквашина он жил и с Матроскиным дружил. Простоватым был. Немножко звали. И с Матроскиным дружил. Конечно же, Шарик. Да, ну, кто там из вас, я бы не слышал. Поделите. Я с вами убежал, чтобы не делиться. Так, там еще два. Да, ну, давайте я сменю задание. Угадайте фильм, либо мультфильм по одной фразе. Ну, это такая первая совсем простая. Чтоб ты жил на одну зарплату. Берегись автомобиля. Это не бриллиантовая рука. Конечно, да, да. Это было берегись автомобиля. Ну, и еще одна уже немножко посложнее. Хотя люди старшего поколения, я думаю, прекрасно помнят этот замечательный фильм. Я не трус, но я боюсь. Бриллиантовая рука. Полосатый рейс, конечно. Вот товарищ в полосатом свитере знает, что это был полосатый рейс. Подходите. Браво, аплодисменты. Ну что, все, большое всем спасибо. Жду всех ровно через час. Здесь возле сцены мы разыграем очередную партию призов от компании. Бальзам Мальфара. Ну и в 15.00. Жду вас на розыгрыш главных призов. Ну что, друзья мои, как видим, актив Экспофест. Первый день. 13 часов. Все нормально. Мы потихонечку начинаем стримить, даем вам в эфир все, что происходит здесь. Да, вы знаете, в принципе, вообще телеканал Трофей с 2018 года, именно вот реально сейчас, вот с 1 марта, мы будем постоянно вам показывать самые интересные события, которые только будут происходить именно в прямых эфирах. Это и спорт, это и другие события, связанные с активным отдыхом. Поэтому ставьте лайки. Конечно же, следите за анонсами на телеканале Трофей и на страничках Facebook, на странице Facebook телеканала Трофей и Трофей Стрим. Меня зовут Алексей Янкович, я буду вам все время помогать в том, чтобы вы были своевременно там, где мы. Путем вот таких вот абсолютно сейчас современных вещей, как прямые стримы. Ну что, пройдемся немножечко сейчас по самой выставке. Что хочу отметить? Хочу отметить, что для первого дня, для первого дня людей очень много, невзирая на то, что очень плохая погода в городе Киеве. Все знают эти циклоны и, собственно говоря, чего тут греха таить, не все, наверное, кто хотел бы приехал. Но впереди еще, помимо сегодняшнего дня, еще... Ох, там стриптиз, нет, туда нельзя. Хотя... Уже все прошло. Вот, хотя впереди еще 4 дня. С 1-го по 4-е число мы здесь. Мы будем давать прямые эфиры, прямые стримы. Сразу хочу вам сказать... Посмотри, о, красивые девушки. Так что, мужчины, приезжайте. Здесь не только на штаны можно посмотреть и на удочки, а еще и на красивых женщин. Да? Вот. Здесь очень много всего, вот, начало появляться все больше и больше. Вы знаете, с каждым разом выставка набирает обороты. С каждым разом она все больше и больше. Стенды все больше и больше. Товар все качественнее и качественнее. Ну и, конечно же, вот 1-е марта в преддверии вот все-таки сезона, теплого сезона. Вот, смотрите, какие красивые вещи. В преддверии сезона очень много любителей активного отдыха, рыбалки, охоты, конечно же, приезжают уже не первый год на эту выставку, дабы понять, что есть нового, как-то чуть-чуть себя порадовать. Потому что, что греха-то ведь, ух, какие тут красавцы стоят, ребят. Это я не о вас, парни, я о том, что у вас на стендах, да и вы тоже. Да, вот это да. Друзья мои, если есть возможность, бросайте все, приезжайте сюда, приезжайте сюда на Левобережку и сами поймете, что для многих, кто сюда попал, здесь просто рай. Ну и, конечно же, здесь много наших друзей, большие стенды, вон как Ибис, мы обязательно туда тоже придем, пообщаемся, посмотрим, что там хорошего, что нового. Здесь и флагман тоже наши друзья. В общем, здесь встреча друзей. На самом деле, каждый год, вы знаете, вот осень завершает, весна все начинает. Хотя, вот да, судя по погоде, здесь было бы хорошо еще демонстрировать какие-то лыжи, охотничьи. Я не знаю, но вот их пока мы не нашли, ходили, смотрели, их пока не было. Так что, друзья мои, ставьте лайки, сообщайте друзьям, что теперь телеканал Трофея, вот вся наша команда телеканала Трофея, становимся еще более информативными, еще более к вам, так сказать, ближе. Так сказать, знаете, как есть магазины в шаговой доступности, да, а вот есть телеканал вот в карманной доступности. Мы выходим на новый уровень, и этот уровень очень простой. Всегда вы сможете знать, главное следите за анонсами на телеканале Трофея, следите за анонсами у нас на страничках в Фейсбуке, когда у нас будет эфир, и, уверяю вас, всегда это будет интересно и хорошо. Я буду вам в этом помогать. Меня зовут Алексей Янкович, и, собственно говоря, если у вас есть вопросы, если есть вопросы, задавайте, потому что именно для этого мы и существуем. Народу много, как для первого дня, очень, я бы даже так сказал. Ну и, конечно же, вот наша сцена, традиционная наша сцена. Здесь всегда можно встретить знакомые лица. Вот, друзья мои, а вот те люди, которые создают телеканал Трофея. Не поверите, это два Андрея, два оператора. Пацаны, давайте, колитесь. Что идем снимать? Моторки. Моторки. Вот так вот просто говорят, моторки. Мы там идем хавать, не надо нас преследовать, попрошу. Не хавать, а кушать, Андрей, ты в эфире. Вот, видите, но, но, тем не менее, вот такие вот у нас ребята. Конечно же, вы их не видите, потому что они все время по другую сторону экрана. Они вам помогают создавать то, что вы видите, помогают всем нам. Ну и вот, собственно, куда я шел? Я шел вот к нашему стенду. Я шел к нашему стенду, к стенду телеканала Трофей. Знаете, друзья мои, атмосфера здесь, дай бог каждому. Люди все подходят и подходят. Здесь есть на что посмотреть. Сразу говорю, что в 15.00 будет эфир, и здесь будет розыгрыш больших призов от спонсоров. Это уже лототрон там стоит готовиться. Так что у вас есть еще время приехать сюда и тоже бросить свой корешок, я так полагаю, от билетика. И поучаствовать в этом розыгрыше. Ну а впереди 4 дня, и я уверяю вас, сегодня у нас так будет такой, знаете, обзорный день. Все-таки он самый такой ненасыщенный, что ли. Потому что боевые, хорошие, большие дни у нас здесь будут на выставке. Это, конечно же, пятница. Безусловно, суббота. Ну и воскресенье тоже. Может быть даже распогодится, но тем не менее. Станция метро Левобережная. Вы очень можете спокойно даже оставив свои автомобили и приехать сюда на метро и попасть в этот рай. Ну а те, кто не в Киеве, здесь уже мы. Здесь уже вот я, ваши будут глаза. Вот, и здесь мы будем вам помогать видеть все самое интересное, все самое хорошее. Вот, и, собственно говоря, не только трофеи спорта, а то, собственно говоря, что стоит в преддверии сезона. Это, конечно же, много интересных вещей. Вот, кстати, я стою, сейчас покажу вам. Смотрите, вот здесь вот такие вот аксессуары, которые могут понадобиться в любом походе. В любом походе, вот смотрите, фонарики, какие-то чехлы, какие-то еще интересные вещи. Посмотрите, тут переходники, тут даже просто есть переходники. Причем не какие-то там паленые китайские, я так полагаю. Ну что же, китайские, но не паленые. Да. То есть все, что для активного отдыха, все, что для активного отдыха надо, сейчас представлено здесь, в городе Киеве, на левобережке. Поэтому, друзья мои, не стесняемся, ставим лайки, говорим о том, что, ну, друзьям о том, что телеканал Трофеи запустил Трофей Стрим. Теперь мы еще ближе к вам, еще более информативней. Как я уже сказал ранее, мы в такой, в карманной доступности теперь. Достаем из кармана гаджет и смотрим, что происходит у нас. О, а здесь, я же говорю, очень много знакомых лиц можно увидеть. Здесь дядя Федор ходит, привет. Привет, привет, привет. Ну что, мы уже запустились, мы уже вот сейчас прямо вот на страничке. Нас смотрят, нас лайкают. Ну, ощущение от первого дня, зная то, что там вот на улице вообще нелетная погода. Ну, там очередь стоит, люди все равно приходят. На лыжах, на собаках, на санях. И вы не сидите дома, приходите на выставку. Тут есть на что посмотреть интересное. Я пошел сам посмотреть. Вот, а мы еще, вот, вот еще Володя здесь у нас ходит. Слушай, что на что сегодня идет? Уже спрашивают, тут очень сложно пробуриться. Берегов тут нету, поэтому приходится просто ходить и общаться с прекрасными людьми. Я вообще за то, чтобы выставка была именно выставкой. Когда встречаются люди, которые придумывают что-то, которые любят рыбалку, охоту, туризм. В общем, все эти дела совмещают, общаются между собой и получаются новые вещи. Но мы, кстати, здесь можем приобрести еще что-то. Вот, кстати, вот Дима Мельник пишет нам, покажи ИБИС палатку. Обещаю, что мы зайдем на ИБИС немного позже. Зайдем, зайдем. Да, и покажем, что там есть. Просто сейчас в палатке кто-то спит, поэтому мы не можем будить этого человека. Первый день выставки. ИБИС, please. Строил это все. Поэтому мы скоро зайдем на ИБИС и все будет хорошо. На ИБИСе все будет хорошо. Вот на такой вот позитивной нотке мы сейчас сделаем небольшую паузу. Сейчас у нас 13.15. Обещаю, что к 14.00 мы обязательно будем палатка ИБИС, как вы ее назвали, дорогие мои. Друзья, обязательно, Дима Мельник, спасибо и тебе. Ставим лайки. На ИБИС зайдем. Обязательно продолжение нашего эфира в 14.00. Поэтому следите за анонсами на телеканале Трофеи. Следите за анонсами у нас в группе на страничках Facebook. Ну и до встречи. 14.00. Обещаю. ИБИС будет в эфире. С вами был пока что я тоже Алексей Янкович. Так что, ребят, если есть вопросы, тоже пишите, задавайте. Мы для вас, в принципе, это и делаем. Мы это делаем для вас. Мы это делаем для себя. Мы это делаем для вас, как для себя. Собственно, вот так.